Привет! Устали от рыбок и хочется встряхнуться? Сегодня новая тема под названием гладкая шпортсовая аквариумная лягушка. Если вы ничего не знаете по этой теме, то теперь узнаете. А если уже знаете, то освежите свои познания и заодно поделитесь в комментариях своим опытом. Почему эта лягушка прижилась в аквариумах? Потому что она, в отличие от большинства амфибий, ведет полностью водный образ жизни и на суше появляется только в очень крайнем случае. Ну и еще по причине своей неприхотливости. Родом шпортсовые лягушки из Африки, центр и северо-восток африканского континента. Однако родины их места обитания не ограничились благодаря раздолбайству человека. В итоге лягушка прижилась на американских континентах и в Европе, там где потеплее. Такое переселение почти всегда вредит местной фауне и поэтому никогда не выпускайте шпортсовых лягушек в местные водоемы. Если вы, конечно, не из Африки. Продайте, подарите, только не выпускайте в вашу родную речку. В природе эти замечательные создания предпочитают селиться в пресноводных водоемах со слабым течением или вовсе без него. На сушу не выходят. Что интересно, в природе они могут жить в достаточно мутной воде, а вот в аквариумах им подавай чистую. Шпортсовая лягушка – хищник и в природе питается любой живностью, которая влезет ей в рот, а туда спокойно влезают черви, личинки насекомых, сами насекомые, мальки и просто мелкая рыба. Шпортсовая лягушка стала известна всему прогрессивному человечеству с 1802 года благодаря научному описанию, который дал зоолог из Франции Франсуа Мари Доден. По строению тела ничем особенным от других лягушек шпортсовая лягушка не отличается. Главная особенность – это коготки шпора на задних лапках. От них и название пошло. Этими коготками лягушка пользуется, когда необходимо за что-то зацепиться или для обороны. Лягушки любят легаться, а тут еще и коготки. Также на задних конечностях имеются плавательные перепонки, на передних их нет. Дышат шпортсовые лягушки при помощи легких, дыша атмосферным воздухом. И об этом стоит помнить и не загромождать поверхность воды аквариума плавающими растениями. У этих лягушек, как у рыб, имеется боковая линия, состоящая из клеток, чувствительных к колебаниям воды. Эта особенность помогает лягушкам ориентироваться и, главное, этой линией помогает обнаружить хищника. И это очень здорово, так как зрение у шпортсовых лягушек слабоватое, а в поиске корма им отлично помогает хорошее обоняние. Окрас от бурого до зеленого, обычно с пятнами неправильной формы. Бывают и однотонные лягушки, но реже, чем пятнистые. Брюшко светлое. Очень популярна альбиносная форма – светлое или розоватое тело и красные глазки. Появились альбиносы не сами по себе, а в 70-х годах в Москве благодаря сотрудникам лаборатории Института биологии. Вырасти шпортсовая лягушка может до 12 сантиметров, а прожить около 15 лет. Самки крупнее самцов и молчаливее. Самцы в брачный сезон могут немного погорланить, и еще в это время у них вдоль передних лапок появляются темные линии брачные щетки. К параметрам воды неприхотливы. Температура от 20 до 25 градусов. Кислотности и жесткости воды особых требований не предъявляют, а вот нитриты и аммиак не любят. Поэтому следить за чистотой и свежестью воды крайне желательно. К объему аквариума также не притязательны. На одну шпортсовую лягушку достаточно 15-20 литров. Аквариум стоит накрыть крышкой. Все-таки это лягушки, и они обладают излишней прыгучестью. Без воды они долго не живут и будет жаль, если они погибнут на полу. Именно поэтому никаких островков суши в аквариуме делать не нужно. Фильтр обязателен. Лягушки производят много отходов, которые портят воду. А как я уже говорил, при содержании в аквариуме они любят воду почище, поэтому фильтр необходим. А вот продувка воздухом не нужна. Как вы наверное помните, шпортсовые лягушки дышат атмосферным воздухом. Также желательно подменивать до 20% воды на свежую раз в неделю. Раз в пару недель стоит почистить грунт. Тут смотрите на то, сколько жильцов вашей аквии и сколько от них мусора. Можно, конечно, содержать совсем без грунта, но это как-то не тянет на аквариум. К тому же грунт и растение помогает поддерживать биологическое равновесие в аквариуме. Растения эти лягушки обычно не трогают. Могут, правда, немного погрызть нежные листья, но тут у всех по-разному. Грунты декорации лучше выбирать такие, у которых нет острых граней. Желательно, чтобы грунт был не очень мелкий, лягушки могут его копать и будет много мути. Также желательно, чтобы в аквариуме были укрытия, например, из керамических горшков. Только смотрите, чтобы они были достаточно большими, иначе лягушки в них застрянут. Они достаточно пугливы и с перепуга могут залезть в такое укрытие и не вылезти из него. Освещение лучше рассеянное и вместе с обычными лампами можно поставить ультрафиолетовую лампу для рептилий. Содержать шпорт своих лягушек можно как в одиночку, так и группой. В группе они, конечно, более интересны. Учтите, что они очень пугливы и поэтому стоит избегать резких движений около аквариума и поменьше по нему стукайте. Они могут начать очень резко метаться и даже от этого пораниться. Только что запущенные в аквариум лягушки более пугливы, чем старожила. С ними уже проще. Привыкнув, они могут узнавать хозяина и даже есть с рук. Особых концертов в виде мощного квакания, как от обычных лягушек, вы от них не дождетесь. Самцы только могут пошуметь во время брачного сезона, но на квакание это не сильно похоже. Содержать с рыбками можно, но только с теми, которые не влезут лягушкам в рот. А рот у взрослых шпорт своих лягушек очень большой. В идеале их стоит содержать отдельно от рыб. Кормить можно любыми живыми замороженными и сухими кормами. Мотыль, трубочник, дождевые черви, мухи, сверчки, мелкая рыба и другие живые вкусняшки будут с радостью съедены. Кстати, едят лягушки очень интересно, запихивая лапками еду в рот. Молодых кормят раз в день, а уже взрослых стоит кормить не чаще, чем раз в два дня. Шпортсовые лягушки любят переедать и от этого частенько сильно жиреют. Наверняка вы видели таких бедолаг. Обычно они долго не живут и с размножением имеют большие проблемы. А разведение этих лягушек в домашних условиях вполне возможно. Размножаться они начинают в годовалом возрасте. Обычно, чтобы брачный сезон наступил, лягушкам устраивают искусственную зимовку. Зимовку можно проводить в любое время года. Лягушек для этого можно отсадить в отдельный аквариум и постепенно понизить температуру воды градусов на 8. Через пару недель температуру понемногу повышают до обычной и самцы оживают и замечают самок. Самка откладывает икру на растения и дно. Икринок может быть очень много, до нескольких тысяч. Икра достаточно крупная. Через пару-трое суток появляются головастики. Хотел по привычке сказать мальки. Первые корма на упле артемии или, например, цветущая вода. Постепенно переходят на корма покрупнее. Корм в аквариуме с головастиками должен находиться постоянно. Аквариум для выращивания будущих лягушек может быть без грунта. Воду раз в пару дней стоит подменивать на свежий процентов на 30. И поставьте в аквариум фильтр губку. Также желательно поставить ультрафиолетовую лампу. И лучше, чтобы свет горел по 12 часов в сутки. Через пару месяцев головастики начнут волшебно превращаться во взрослых шпорцевых лягушек. А вы будете с интересом за всем этим наблюдать. На этом про этих замечательных амфибий все. Здоровья вам и вашим любимым питомцам. Пока!